куда глаза глядят потому что можем еще раз соединяемся пик ну как еще той подрюкать надо скотинка ну такое блин упражнение киберпанк который мы заслужили нет чтобы кататься все что показывал работал осветилось немножко отъехал в более дикие районы и для таких как я одаренных на киберпанк людей объясняли свое предположение телефонами сейчас соединен с наушниками и наверное просто тупо канал занимается сейчас я отключу наушники подключу самокат потом снова включен наушники все должно работать по-моему я такую же проделал так наушники aus так наушники выключена еще раз соединяемся пик черт ну ну и конечно провозился я до самой ночи а наушники-то теперь не наденешь так прокатимся на глазах у своих и у неприятеля но я не знаю я не знаю я не знаю я не знаю Да, нужно это, конечно, в закатную погоду, в ясную, тёплую. Лето, короче, надо. Да, ну тут, конечно, жёстко, в камушке. Ну, а теперь вот так посмотрим, на что способен стабилизатор, прикрученный к естественной голове. Ох, крышечка звенит. Надоело. Смеркалось. Да, приходится, как курице голову держать в полёте. Образно, конечно, вырезался. Но что делать? Все наверняка видели же видео, как берут курицу, держат и мотают, морочат, кормолосит. А она, знай себе, клюв держит прямо. Ну, вот примерно с таким же вот и приходится ехать. А если расслабиться? Если расслабиться, конечно, чувствуется, что камера начинает бутыхаться. Поэтому ради... Оп! Я сам себе стал. Ну, дальше неинтересно, дальше асфальт. Проверка, не сбился ли угол. Ну, ну, такое себе. Как-то так. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Римская улица. Назад пропустить не идёт. Да, ну, из этой политинформации мы мало что подчеркнём. Занимательная. Ю-у-у. Да. Ездя на электричке, всегда надо помнить, электричество тебе нужно столько же, ещё и на обратный путь. А желательно, побольше, потому что тебе будет падать тяга по мере расхода заряда. И, в общем, такие вот особенности. У-у-у. Смерт колось. Ну, такой оффроуд, не оффроуд. Но для самоката это вполне себе чувствуется. По Франции я гонял ещё не по таким обо... Ох, красота! А, нет, всё-таки передний привод. Это офигенно. Тебе совершенно поровну на эти колдовинки и ямочки. Если колесо приземлилось и зацепилось, ты выйдешь. И да, кстати, я не знаю, как ездят люди, держа ноги параллельно друг к другу. Я не представляю, как можно на нём устраивать. То есть вот так вот? Нет, это невозможно. Да, опять крышечка. Ух! Такая крышечка. Пейте охлаждённым. Другого не дадут. Еще! Веру! А уже не вею. Уже вууууууууууу. Всё. Сколько тут осталось? Две палки. Это, получается, 40% Чуть больше. Но, всё. Уже тяга на разгоне не максимальная. По таким кочкам неприятно, но ехать можно. Раньше здесь была калитка, а теперь пырец ушел, а теперь ее там нет. А теперь, а теперь, теперь мы поехали замерим скорость. Очень интересным методом. А по брусчатке, по брусчатке это капец, это капец. Совсем не для брусчатки самокат. Тем более, в конфигурации с жестким задним колесом вообще беда. Заводы, районы. Это, кстати, завод по производству микрочипов. Инфинион. Так. А теперь, заход на мерную прямую. Уилл, через... И поехали. Да, разгон до сотни, конечно, уже не тот. Ну, давайте нам результат. Ну, конечно, какой результат, он еле-еле тянет. 18, 19. Итак, а теперь сверяем, что показывает спидометр на самокате, и что показывает нам прибор. Самокат, прибор. Самокат, прибор. Танки. Ну, что там, проезжать будете? Фух, я не вытянул уже такую скорость. Сейчас самокат, кстати, прошит на 25 км в час, чтобы сильно не наглеть тут, рассекать. С опцией немецкий маневр, то есть после перезагрузки он должен сброситься на 20 км в час. Вот такие особенности самокатоводства в Германии. Нет. На базовых колесах здесь вообще делать нечего. Только передний пневматик, чтобы хоть как-то существовать на брусчатке. Лучше еще... Ну, в смысле, 10-дюймовые. Я имею в виду пневматик. Такую толстую, мягкую. Задняя у меня жесткая, но она не так влияет на зубодробительность. Как передняя, когда она взлетает в брусчатку. Вон, главные ворота. Фу, неплохо. Просвет-то я и забываю всегда. Всего хорошего. Сладких снов. Заканчиваем Детепередачу. Продолжение следует... Продолжение следует...